Добрый день, это Елена Терехова. Сегодня 28 мая, Латвия, город Рига, и мы на моем маленьком огородике. Нас заливало все время дождем. Очень, очень, я не знаю, наверное, месяц у нас дожди, дожди, холодина. Поэтому что-то мы не высадили, что-то мы посадили, что-то уже хорошо цветет и радует. Ну и, а в общем, все нормально. Мир и дружба. Ну и главное, коронавирус, это ужасно. Дай бог всем здоровья сразу. Ну вот, я стою около своей черничной плантации, чернично-голубичной. Все время идут споры, что это голубика, черника. Но я начинаю, когда видео говорить про чернику, свою голубику, я обобщаю вместе. У нас продают как черника, в основном у всех голубика. Но это не важно. Главное, что ягоды вкусные. И кто еще не посадил, рекомендую посадить. И вы будете радовать себя и своих близких этими замечательными ягодами, которые очень вкусные, полезные и радуют очень длительное время. Потому что она бывает, плодоношение у нее довольно-таки растянуто почти до осени. Как начинается после клубники, то это лакомство из лакомств. Ну и вот в этом сезоне зимой от нечего делать. Вот тоже в интернете посмотрела. Делают в Китае и везде там вот такие вот фонарики. Ну фонарики там для красоты. Но я думаю, а почему бы такие фонарики не сделать? Может быть, когда пойдут ягоды, и будет еще и птиц немножечко отпугивать. Ну посмотрим. Нет, то все равно у нас приготовлены какие-то сетки. Купим еще и шторы есть. И мы спасем свой урожай. Ну а это вот просто так здорово, когда ветер дует. Это все крутится, вертится. И привлекает внимание народа. Сейчас мы дальше... Значит, у нас очень хорошо цветет клубника. Она в этом сезоне отпилась, конечно. Ей шикарный. И прохладная погода – это ей не помеха. Но зато очень сильно и высокие в этом сезоне цветоносы. Если обычно, когда жарко, то они низенькие, совсем приземистые. Ну а тут вот, посмотрите, просто высоченные. Ну и, конечно, пойдут ягоды. И если ничего не подкладывать, у кого нечего там подложить, то ягоды будут гнить, и медведка будет их хрумать. Ну и, как всегда, напоминаю, кто, может, не смотрел мой канал, кто смотрит, то я всегда для подъема ягод использую обычные палочки. Вот тут у меня такие две старенькие, а есть новые нарезанные уже веточки, которые сложены, в коробках лежат, и ждут своей очереди. И очень все просто. Подхожу, даже особенно не нагибаясь, когда вот уже цветать и будут завязываться ягоды, я просто вот так вот делаю крест-накрест. Спрашивают, ягоды спадают? Нет, ничего не спадает. Все прекрасно держится. И урожай, даже когда дождливая погода у нас идет, у многих очень сгнивает. А в таком варианте все ягоды прекрасно стоят, наливаются и зреют. Уже поставила вот тут дуги. Такие тоже буду накрывать это все агроволокном. Ну, там еще не поставила, поставлю. Значит, вдали у нас там клематисы, но мы сегодня на них не будем обращать особенно внимания. Перезимовали хорошо. Вот я в прошлом сезоне сажала, рассказывала, показывала видео. Хорошо перезимовали. И потом, когда будут свистеть, я, конечно, покажу. Ну, и что у нас с редиской, с клубничкой, как всегда, я сажаю, значит, редисочку по краю. Вот пока она поднялась, мы уже редиску едим. И сейчас там покажу. Вот, везде по краюшку. Тут мы уже схрумали, как зайцы. А, значит, а здесь вот она есть. Ой, даже вот так вот прыгну, покажу вам. Вот, прекрасная редиска, и она наливается, и нас радует. Обязательно самую крупную оставляю на семена. Это в прошлом сезоне показывала. Тоже напоминаю, если где осталась хорошая толстенькая редисочка, вы ее оставляете. Отмечаете, вот там у меня уже отмечены палочки стоят. И будут свои семена. Это уже редиска вся из своих семян, из года в год. Вот, и не надо бегать и что-то покупать. Так, здесь у меня накрыт картофель, который в предыдущем видео, это было месяц назад, я показывала, что я сажаю их в контейнеры. Уже, конечно, если бы погода не дождливая и холодная, она бы уже давно сидела на месте, на своем месте, где ей положено. По клубнике, где если клубника вымерзла. И в торцах, это я еще буду все делать, посадку. В этом сезоне мы вот так вот припозднились. Я ее поставила, эти емкости. Сейчас покажу вот то, что я сажала. Вот так она выглядит. Ой, это самое маленькое, там покрупнее. Сначала она у меня стояла в парнике, эта картошка. Потом в парнике уже потеснили помидоры. И я просто выставила вот между ряди, между клубничкой. Так ей теплее. И здесь она вот прекрасно подросла. И вот-вот-вот-вот. Сегодня вот солнечный денек. Может завтра, послезавтра я уже определю на постоянное место жительства наш картофель. Так что все, мы успеем. Не важно, что сегодня уже 28 мая. Но картофель у нас вырастет и порадует все равно. Мы не огорчаемся. Обычно, конечно, он уже давно в земле и все. Но каждый сезон по-разному. Думаем так, получается по-другому. Да, между клубничкой у меня еще укропчик. Там кто и где. Трава тут закидано уже. Так, тут я не убрала. И, как я вам говорила, за бортом. Ну, вот тут один попался, конечно, чесночина. Но за грядкой вот я сажаю чеснок. Во-первых, он не забирает столько силы. Силу не отбирает от клубники. Как-то я раньше сажала тоже, как рекомендовали, по клубнике. Но, представляете, вы потом выкапываете чеснок. Все корни клубники, ну, не все частично, они все равно травмируются. Ну, а так лучше. Вот и уровень разный. Грядка с клубникой повыше, чеснок пониже. Ему там влаги хватает. Я никогда его вот и не поливаю. Все, он прекрасно растет. И этого вполне хватает достаточно. Ну, и там еще, конечно, он есть в разных местах посажен. Вот, посмотрите. И время экономится. Это для тех, у кого маленький огород. И как можно придумать, уплотнить свои посадки. Ну, вот, смотрите. Может быть, примите к сведению. Значит, там небольшой цветничок. Вот здесь вот видно, что посажен лучок еще молодой, маленький. И горошек. Так, именно вот этот горошек. У нас вообще медведка, когда я все говорю, она очень портит все растения. Но этот горошек, вот я в маленькие емкости. Сейчас дойду сюда. Вот в такие маленькие баночки я посадила их по пять штучек. И они у меня стояли в парничке, этот горошек стоял. И потом вот недавно, буквально на днях, я его рассадила и все. И думала, болеть будет. Нет, принялся отлично. Значит, в этом сезоне, вот в предыдущем, так ходим, как эти, в предыдущем видео, которое было месяц назад, я говорила, что здесь будет опора для фасоли. Раньше у нас тут росла и клубника, и вот видно, вот там вот зеленая лужайка и малина. Это уже не наша территория. И эта малина к нам перешла, и мы несколько лет здесь ее оставили, пользовались, а потом я ее убрала. Вот прикопала, кстати, знакомая, она так ко мне и не пришла за этой малиной. Дела были. Вот такую опору, значит, я придумала. И мой супруг все это дело притворил в жизнь. Значит, все это держится на металлических уголках и соединяется металлическим профилем. Не знаю, как он, профиль называется, наверное. И на шурупчиках. Сетка, она не приварена. Я вообще очень по-простому это дело придумала. Я говорю, у нас сварочного аппарата нет, варить мы не умеем, но зато у нас есть замечательные колготки, которые тоже пошли в дело. Ну и вот этими черненькими колготки нарезала, полосочками. И здесь я по краям ее просто привязала. Ну а там пластиковые такие затяжки, я не знаю, как они называются. Вот такими стяжками сделали. И здесь будет такая замечательная опора для фасоли. Посажена, да, довольно-таки густо. Там в дворе, да, с этой стороны в один ряд. Еще по краю есть лучок. У меня спрашивали, а как вы будете бороться с малиной, которая будет к вам лезть все время на эту грядку? Ну, борьба у нас очень простая. У нас есть лопата. Вот. Вот. Копать я ничего не буду, конечно. Я просто эту лопату втыкаю в землю и вот так вот на полный штык просто вдоль своей грядки зацепился. Ну, понятно. Вдоль своей грядки, вот здесь просто с края можно показать, вот так вот. Просто вдоль грядки, вот так на полный штык я прохожу. Вот. Несколько раз за сезон, и я думаю, что она ко мне не придет. Ну, если где пролезет, конечно, то мы ее уберем. Так. Фасоль называется барлотта. Я писала. Она мне очень нравится тем, что она, во-первых, высокорослая, урожайная. И она рано отдает свои, рано созревает, не до холодов, не до заморозков. Очень красивые стручки красного цвета. Фасолька вот такая она, семенами она выглядит вот так. Маленькие такие. Но я ее в основном, конечно, оставляю на семена, но для хранения заморозка. Когда она в такой нормальной зрелости, я стручки шелушу и замораживаю. И мы ей так пользуемся. Так, а здесь я придумала посадить тыкву, как я сказала. Не знаю, я говорила, я уже забываю, что я говорила. Тыква тоже стоит пока в парнике. Вот еще-еще будет чуть-чуть потеплее, пусть она и подрастет. И тогда я думаю, что я ее здесь вот и определю. Все думала, чтоб тут еще такое посадить. Ну, может быть, еще и по краю что-нибудь посажу. И вот так вот эта тыква будет здесь у меня расти. Клубника отойдет. Тыква разрастется, большая-пребольшая. И пусть она идет по этим грядкам. Вот так. На этом, наверное, все. Наговорила целую кучу. Всем хорошего настроения. Не болейте. Будьте здоровы. Сажайте, уплотняйте свои посадки. И получайте шикарные урожаи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!